Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Азатом пришли в наш бункер. Настроения особо нет, потому что наш Саша уезжает, правда? Наш кальянщик, Саша. Да. Ну, у нас мы работали, мы когда строили, ну, даже не строили, а когда делали ремонт, у Сержика был друг, есть друг Саша, и он в императоре ставил кальяны. А потом вот так получилось с императором такое дело, мы перешли в наше кафе, ну, взяли в аренду, не в аренду, а мы были, брали в аренду, а купила АТБ, и слава богу, что купила, мы ушли с того заведения, открыли свое, и в процессе ремонта Саша очень плотно рядом стояла с Азатом, вот так помогала ему во всем, вот все, что тут делала, Саша себе прокладывала руку. А он занимался, он молодой парень, закончил вот, ну, юристом, закончил юридический факультет у нас в Астраге, и, ну, наверное, мне кажется, он с детства мечтал заниматься бизнесом, да? Да, он мечтал всю жизнь. Вот, молодой человек мечтал заниматься в нашей стране бизнесом. Учился, потому что родители хотели. Да, учился, потому что родители хотели, я не знаю. На юриста, да, пошел учиться по желанию родителей. Вот, такой хороший мальчик, не пьет, не курит, и хотел заниматься бизнесом. И налево не ходит. И налево. мы сейчас хотели про измену поговорить там есть некоторые вопросы я даже нет там обещала что возможно я это видео выпущу про измены там продолжение но я начала говорить за год не что-то тут не то видно что настроение не такое ну неважно короче и саша ставил кальяны мы тут правой рукой азата и знаете кальянам берут плохо во-первых работаем два дня в неделю это точно мы будем работать два дня неделю потому что саша пробовал четверг и воскресенье выходить все-таки в городе когда 35 тысяч населения из них дети да из них там чуть ли не 40 процентов детей это по переписке многие же не живут студенты не живут людей очень мало в нашем городе и покупательская способность низкая и саша своей женой пробовал четверг воскресенье пробовал кальяна закупил коляна очень старался у него одни и один одни из лучших коляна городе он очень хорошо один только в город короче коляна него классные и он понимает что ну не вытянет он с этим 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 коляным бизнесом берут мало бывает так что за вечер один возьму два бывать что десять возьмут это редко но не вытянет и вот едет польшу своей женой он недавно поженился киром в общем мальчик очень хорош знаете вот как я люблю говорить цвет нации я сейчас меня заскнул мне на стране еще больше испортил ну вообще ну как-то было с ним удобно приятно мужчина вечером вместе с вами еще мужчина он такой друг наш и вот мне просто обидно стало что уезжать все уезжают не можем мы стать на ноги и все уезжают стать на ноги страна не может стать на ноги половина людей польши вот и завтра я буду кстати снимать видео с моей лесси помните рассказывал про лесси на и все на и все моя лесси тоже уехала прибалтику уехала прибалтику он приехала уже памятник поставил там есть реальные люди могут заработать деньги мы бы тоже уехали в тоже уехала если там нас не было своего дела на пока два дня хватает нам же много не надо садана мы уже как-то так поняли что не надо рвать за всеми деньгами не надо вот это бежать зарабатывать детям и ссылать молодым молодым надо но многие же родители нашей возрасте еду чтобы раз детям купить квартиру технику квартиру машины купить покупают все же а мы не такие созданы мы другие мы как-то не мы тоже помогаем силу в меру своей возможности мы помогаем ну так что мы поехали зарабатывать и своим детям сказали на возьми драй а райку нужен кабинет то есть надо ему кабинет есть магазин а пока там сделаешь ремонт и обустроишь технически то он тоже очень много денег на другие могут еще поехали бы уже полностью приехали бы оборудовали кабинет сыну мы не хотим мы хотим пожить пожить ты очень медленный насчет тебя больше за границу другие 10 ящиков запакую там чего-то ты 5 можно другую работу выбрать да на то что толковый поляк попал шипы о жена есть разные работа мерки что делает что делает что делать так мы почему смерть мы это наш он поехал он абсолютно по другой части он не поехал на заработки он поехал по-другому выше нашел работу и что он нельзя по-другому находить только по по такому а за туда ездишь там надо сразу на три месяца начинать работать за квартиру платить почему так сказал так сказали те кто едут а мы не можем приехать через месяц начинать поискать работу которую нам надо потом начинать ну вот и все об этом не подумала о чем ты еще не подумала мозги твои ты думай ты у нас голова я медленно делаю и так мне стало блин все же тоже прийти же приедет говорит я приеду с маленького верхом будут если будут знать английский язык наше тут недешние дела что тут делать тут у нас атомная станция и все 6 тысяч человек работает и больше и на них весь город там все время узнают а когда будет зарплата кого-то вам под них подстраивается торговля ну жалко что мы я не знаю когда мы станем на руки прибаваться когда кто от советского союза быстро отошел пристали на ноги быстро ну что же кто мы украина но она не быстро отошла медленно нормально жить а мы не можем где правительство нормально себя ведет а правительство кто выбирает не мы не сознательные граждане за что-то все мы перешли в политику опять надо не политику почему они могут хорошо жить а мне кто они на другие страны почему они почему дети должны так выезжать меня это возмущает я просто не могу я не могу переклинуться с этой темы просто мне азат сказал что вот он уже уже как уже это было пока сделать документы конечно поляки остались без этого все они выехали другие в чехию конечно быстро они делают это принимают быстро все принимают наших принимают быстро лишь бы там пахали нам же даже видимо так у нас плохо с других стран не приезжают работы сюда на украине а куда приезжают в россию приезжают казахи да там приезжают средние азии что у нас маленькие зарплаты такие кто там будут приезжать не знаю все мои работники которые толковые они уже уехали за границу остались только те кто тоже толковый ну просто силу того что у них дети маленькие вот у меня таня дети маленькие там семьи ну семейные обстоятельства не позволяют выехать остались только такие люди и такие люди которые не любят работать и все просто не любят алкашня до них все кто мог выехал Остались те люди, которые в силу каких-то обстоятельств не могут выехать Люди, которые не хотят работать Кто хочет работать, и его не устраивает эта зарплата, он старается выйти, выехать А остались те, кто не может, ребенок, Таня Перемлигина, что не может? Потому что ребенок маленький, в школу ходит Так бы давно она уже рванула, у нее несколько раз порывы были выехать Просто не получалось, она же не получалась, ребенок еще маленький, чтобы оставить Сейчас Аню я оставлю, поеду, например, куда-то, да? Уже, можно сказать, потеряю ребенка Она уже периодически дерзит, сегодня обиделась я на нее Вчера пошли в поликлинику, взяли справку, чтобы сегодня пошла школа Сегодня утром она мне будет, я больная, я еще больная У меня вон каша, у меня каша, у меня то, у меня все Начала конспекта написать, я говорю, ты неправильно пишешь Желательно это, это выделить Она меня грубо как-то отдернула Я обиделась, ушла к Лене кофе пить Она, как смотрю, приходит А, пишет смс-ку Мамочка, прости меня, ты была права, я не права Я была виновата Смотрю, приходит С рушеном, с вафлями рушен С пончиком Зачем мне этот пончик? Вот, это мое извинение Слава, сознательный ребенок Значит, можно уже ехать Можно уже ехать А Райк мой Бедный Вот он работает, 50% он отдает хозяину Какой он стоматолог классный Ему вот азат время еще И вообще, это стоматолог от Бога Райк, знаете, есть дети, которые вот он с детства такой был Он как-то так, вот так он как-то соединял мелкие работы Он до конца должен сделаться на высочайшем уровне Вот, а вось как-то у него не проходит Да? Да Азат, я тебе для чего посадила? Мой канал, ты для чего сидишь? Бесплатно сидеть мне не надо Не знаю, посадила я Сидит, ничего не говорит Люди говорят, что Азат мудрый Ты должен что-то сказать, что он подтверждение Что, просто так, что тебе пишут, что ли? Ни о чем не говоришь Ты что, мудрый Чего вы решили, что он мудрый молчит все время? Мудрые люди молчат Мудрые люди молчат Ой, я не знаю Вы знаете, мы сколько здесь зарабатываем? Азаташ, мы здесь зарабатываем? Я так думаю Я откуда знаю, сколько мы зарабатываем? Я знаю Ты же не понимаешь в этом деле Я приблизительно догадываюсь Не можешь догадываться Мы зарабатываем, знаете, сколько? Ты думаешь, сколько, сколько я тебе расскажу Да Это на одну семью я расскажу А на вторую ты не рассказываешь Второе, знаете, он что имеет в виду? Я до этого начала видео про измены, начала вторую часть этой измены. И вообще-то я хочу сказать, что я там говорила, что если вот Азад, не дай бог, когда-то в жизни умрет, и мы будем завещание писать, ну надо же завещание открывать, да, допустим, и постучится в дверь к нотариусу женщина и зайдет с двумя детьми и скажет, ну вообще-то вы знаете, мне тоже полагается, он со мной жил. Я не удивлюсь, я не удивлюсь, вот это он имеет в виду. А потом он мне не дал это видео, говорит, нет, какое-то видео непонятное, у тебя нет настроения, видимо, давай не будем. Вот это он про эту женщину говорит. А, ты даже знаешь, какая же, про ту женщину. Ну, имею в виду, что я, короче, не удивлюсь, если зайдет женщина с двумя детьми, я не удивлюсь. Разве что я не хочу отдавать ей. И что, хоть сказать, что вот когда-то это не двойня родилась, да? Не знаю, двойня. Потому что я двух случаев не знаю. Двойня не знаю, но. А может, да, изначально, с разным делом двойня. А вдруг двойня? Потому что он не допустил, что второй ребенок у него любовница была, а еще второго ребенка, он сказал, что вообще что ли, мало того, что я тебе уже половину дохода тебе приношу, ну ладно, один раз получился ребенок, но второго, извини меня, скорее всего, это двойня была. Да? Да, 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 вот я что-то про двойню не подумала, все-таки он умный, скорее, послышали стройнюю, вот эту, бедную, знаете, у нас, я знаю такую семью, он этот, у него была любовница, и она родила ему двойню, и он ушел к ней, взрослый мужчина, 55 лет, уже внуки должны быть, он ушел к жене, жена выгнала, это же так тяжело, хочется поспать, отдохнуть, дети по тебе скачут, ты представляешь об этом? А если я сейчас расскажу, вдруг эти дети узнают, узнают, приедут? Приедут, приедут, ты главное на меня все перепиши, и все, я не собираюсь там, но осталось обетствовать, обетствовать, делить с кем-то что-то, не дай бог. Да, это Арая кинокурточка, так очень удобно, мы вообще Азату ничего не покупаем, все, что год проходит, они меняют одежду, и все, переходят, у Азата теперь полный шкаф, битком набит, а у них все меньше, они так мне пачками приносят. Хорошая корта, понравилась тебе? Классная, правда? Абсолютно новая, они даже не одевали, потому что оказалось, что рукава короткие. Ой, не знаю, Сержик у меня по акциям только так бедает, на манте этой, тут все дорогое покупал, там по акциям, там же все дорого. Я говорю, купи масло себе, масло купи, ну даже ты должен кушать сливочное масло. Хорошее. Хорошее сливочное масло, он говорит, хорошее сливочное масло стоит 5 евро, за 5 евро, знаешь, куплю колбасу, хлеб, яйца, ой, вот-вот, заходи, король королем в этой АТБ, все самое дорогое покупал, проходил. И что дальше будем делать? Ничего не будем делать. Поедем работать куда-то? Нет, 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 я все-таки, я не могу, у меня здоровья столько нет, вообще я слабее своей мамы, знаете, у меня мама очень сильная, сейчас пойду к Санечке к маме, Анечка ждет в суши-пицах, я зашла, купила конфеты маме, знаете, ну я, мама любит конфеты, вообще мама очень любит конфеты, мама любит конфеты, она без, она не может сахаром пить, ну как-то конфеты, я и так забыла, кульков 15 таких разных-разных взяла. А? И тут реклама, адрес маме, посылайте кого-то. Нет, ну что ты, вообще, вообще что ли? И я хотела, чтобы Анечка, вдруг не дай бог кто-то еще подумает, что какая-то далекая шутка, не дай бог, не думайте, в общем, и я думала, Анечка мне сказала, на это надо детей приучать, чтобы вот это надо бабушке купить, это отнести, а она в момент не захотела, я думаю, ладно, мы назад там пошли, и сейчас она меня ждет, я сейчас иду к маме, и, ну, конфеты, мама вечная, конфеты, зачем так много привезла, все, а потом сидит, она, знаешь, она так много конфеты кушает, она за чашкой чая, что к 6-7, вот как, вот как, я, например, не могу конфеты, и вот мне надо отдельно, а одну конфету я не могу, одна конфета для меня много, чашка чая, я, ну, она у меня вот тут стоит, я прямо чувствую, она как-то так, как камер, мама очень любит конфеты, и я думаю, ну, пусть будет, сейчас урок, чашки 5-6 отвертых, ну, открытых вот этих бумажек, ну, ооо, и, не, и забываю я, не то, что я забываю, нет, это помню, но я вот месяца два назад носила, это же очень много два месяца надо, много было, и то сейчас, знаете, так сейчас время быстро идешь, ты не поймешь, как будто недавно осмотришь, ого, а если на календарь посмотришь, там достаточно, это, темнеет уже, видишь, как ты так, а оттуда свет, будем, это просто солнце уходит, солнце уходит, у нас так хорошо здесь, давайте я вам покажу сейчас, ну, так пусто-пусто, вот так сейчас я вам покажу, вот так, ой, где вы, я сегодня помы, нет, я сегодня подмела, тут все, что оно крыло, пока я крутила вот эти штучки, я подмела, и вечером приду, и все помою, можно уборщицу было возбуждено, я ее позвала, она не пришла, думаю, не пришла, не пришла, не пришла, не пришла, не пришла, сегодня сейчас подмела, все, у меня спина просто болит, а сегодня помою, хорошо помою, ну, подмела, на те деньги конфеты и купишь, на те деньги, я конфеты не куплю, я купила маме хорошие шоколадные конфеты, на два раза, еще раз надо будет подмести, помыть, ладно, все, всего хорошего, до свидания, пока, пока.